Друзья Архалюбы, здравствуйте! Лето самое время для ярких взрывных красок, буйства цвета и праздника самых ослепительных оттенков. И среди богатого пестроцветия мне особо хочется выделить красный цвет. Из всей широчайшей цветовой гаммы он, по-моему, является самым мощным, ярким и активным. В переводе со славянского красный обозначает самый лучший, поэтому в этом видео вас ждет орхидейная подборка моих самых лучших фаленопсисов, блистающих всевозможными оттенками красного. Первым хочу показать Сога Ред Стар. И название здесь абсолютно красноречивое и ни капли не преуменьшает, поскольку этот фаленопсис настоящий фейерверк, взорвавшийся снопом ярчайших красных звезд. Это, пожалуй, самый дерзкий оттенок алого из тех фаленопсисов, которые у меня имеются на сегодняшний момент. Его, мне кажется, можно отнести к киноваре, потому что в водоворот алого густо вливается золотистый, которым цветок оторочен по краям, как нарядный сарафан атласной лентой. Красивый такой золотистый ободок получился. Да и изнанка цветка тоже имеет цвет догорающего закатного золота, которое, просвечиваясь, оттеняет алый окрас цветов Ред Стар, разбавляя его до красновато-золотистой киноварии. На солнце это особенно заметно, и в потоке солнечного света алые звезды этого фаленопсиса горят ярко и смело этой самой киноварью. Интересно, что, по мнению некоторых исследователей, киноварь с греческого переводится как «драконовая кровь», и это сравнение добавляет цветам что-то такое сказочное, волшебное. Я уже рассказывала вам в сольном видео, посвященном этому гибриду, что цветение мне пришлось ожидать несколько лет, но зато оно вышло прям-таки триумфальным, пышным, впечатляющим и упоительно ароматным. Сильный сладкий аромат гиацинтов – еще одно несомненное преимущество цветущего Ред Стар. Добавим сюда небольшую аккуратно скомпонованную розетку продолговатых заостренных листьев, мультифлорный тип цветения и вуаля, он у меня уже в любимчиках. Еще один потрясающе красивый и уверенно очень популярный гибрид фаленопсис с торговым названием «Горизонт», приобретенный уже у нидерландских садовников. Стартовал к цветению он еще осенью, и вот, поди ж ты, все старательно держит довольно увесистую гроздь цветов, которые, хотя и поблекли, но все же претендует на титул «Мисс Орхидейная яркость». Горизонт имеет редкую, в общем-то, для фаленопсисов особенность – воцветая не терять привлекательности оттенка. Он из насыщенного оранжево-красного краела становится мягким, немного уставшим терракотовым, в котором все явственнее сквозит бронза, опавшей осенней листвы. Цветы горизонта гораздо крупнее, чем у «Ред Стар», и, что важно, имеют ту же приятную особенность – собираться в пышные такие цветочные грозди. Держатся они долго-долго, и в этом еще один, думаю, секрет популярности горизонта. Любят его многие, ценят, что вполне заслуженно. Глубокий красный цвет имеет мой совсем недавний фаворит – черри-бомб – вишневая бомба. И это во всех отношениях бомба. Гибрид потрясающий, хотя его дает мне по причине своего юного возраста пока в каждом цветении не более трех цветочков. Цвет вишневой бомбы самый летний, играющий на солнце всеми оттенками, спелый, наливающийся сладким соком вишни. Цвет густой, бархатный, красиво оттененный золотистыми прожилками. И эта форма пилоричной мутации идет в вишневой бомбе бесподобно. Мне этот гибрид до того полюбился, что я даже заказала себе дубль, что делаю теперь только в исключительных случаях, потому как плотность орхонаселения у меня уже достигла критической точки. Но ведь и красота вишневой бомбы исключительная, что мой экземпляр еще, думаю, докажет, когда подрастет, окрепнет и выдаст не два-три цветулька, а целый пунцовый каскад красоты. Если черри-бомб ласкает взгляд густым вишневым оттенком, то красавец сога-релакс – торжество малинового. И весь он сплошное блескосияние, поэтому его истинную красоту только солнечные лучи и пробуждают. Именно тогда становится заметно, каким атласным глянцем отливает его светло-салатовая листва, и как задорно пляшут солнечные зайчики на заманчивой леденцовой поверхности цветка. Это же купание в солнечном потоке будет и аромат сога-релакс, который под стать леденцово-карамельной внешности. Тоже сладкий, ягодный, насыщенный, вкусный-вкусный. Очень люблю сога-релакс, свой малиновый леденец, хотя пышность цветения в достоинство этого гибрида не входит. Совсем иной красотой обладает мой фаленопсис-ведьма, можно сказать, обманом, прокравшийся в мою коллекцию под именем Кинг Кар Далматин. Вот такой прелюбопытнейший пересорт у меня получился, который вначале меня поверг в недоумение, потом, присмотревшись, я нашла его прелюбопытным и даже смогла оценить его необычную, диковинную такую, под стать название, красоту. И не я одна, кстати. Многие из вас, когда я впервые показала его цветение на канале, явственно так проявили к моему неожиданному приобретению самый наиживейший интерес. Так он у меня и остался, прижился, обосновался и раз в год радует меня, не сказать, чтобы пышным, но необычным цветением. Вообще-то цвет ведьмы до того тёмен, что кажется практически чёрным, но сейчас осыпанные солнечными искрами плотные кожистые цветы, похожие на украшенные рюшами старинные дамские чепчики, демонстрируют всевозможные оттенки винно-красного, слегка разбавленного тончайшими белоснежными нитями каёмки. Интереснейший гибрид эта ведьма околдовывает и формой, и фактурой, и цветом, тёмно-алым с изрядной примесью фиолетового. И совершенно иной, хотя и тоже тёмный, оттенок красного имеет фаленопсис с торговым названием эсми. Довольно редкий для фаленопсиса цвет, тёмно-бордовый, почти коричневый, словно бы небольшие плотные цветочки покрывает шоколадной глазурью. Прелестнейшее растение, почти миниатюрная, красиво сформированная розетка, пышный цветонос, округлые, милые цветочки, будто конфетки, вишня в шоколаде. Цветы, хоть и мелкие, но плотные, оттого и цветение держатся долго-долго, и этот дивный редкий оттенок не выгорает, не выцветает, а также манит глаз сияющей шоколадной поверхностью, оттаймлённой узкой каёмкой цвета мягкой сливочной карамели. К этой красоте вроде бы ещё и аромат прилагается приятный, но мой экземпляр солнечной ванны принимает крайне редко, поэтому, наверное, с ароматом его я пока и не знакома. Вот такая у меня коллекция самых разных оттенков красного. Их, конечно, не 50, нет, но достаточно, чтобы насладиться самыми разными вариациями этого праздничного активного цвета, его многочисленными оттенками от дерзко-алого до тёмно-шоколадного. Надеюсь, что вы нашли среди них свой любимый оттенок и отметите его в комментариях. А я по секрету скажу, что совсем недавно я обзавелась ещё одним потрясающим вариантом красного и совсем уже скоро покажу вам орхо-новинку, сверкающую смелым кармином. Если хотите полюбоваться, приходите ко мне снова. Буду ждать. Ваша Алина.